Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин и сегодня мы поговорим о трех предметах снаряжения, которые я больше не беру в походы. Не значит, что это плохое снаряжение и что оно не подходит для туризма и нужно срочно выкидывать его из раскладки своего снаряжения. Нет, это хорошие предметы, просто они стали неактуальны лично для меня. Не значит, что я к ним через какое-то время не вернусь или не буду использовать их в своих походах под какие-то определенные условия и ситуации. Короче, вы поняли, три предмета, которые я все реже вижу в своем рюкзаке. Поехали! Предмет первый. Я думаю, старые зрители нашего канала будут немножко удивлены. Плащ Пончо. Я им успел столько дифирамбов, я таскал его даже в самые длительные, продолжительные, сложные походы. И на самом деле плащ Пончо это классная штука, максимально многофункциональная. Он и плащ, он и тент от дождя, он и тент от солнца, он и футпринт под палатку. В общем, максимум применений для одной вещи. Звучит классно и в принципе так оно и есть. Если бы не одно но, мне такая многофункциональность не нужна. Ну или не нужна в полном ее объеме. Я в основном использую плащ Пончо как футпринт под палатку. Я стилю плащ Пончо и сверху на него устанавливаю палаточку. Таким образом дно палатки не стирается, оно не трется об какие-то мелкие камни, корни, ветки, острые сучки. Не пачкается смолой от корней деревьев, от всякой грязи. Ну короче, остается чистым, целым и палатка будет служить дольше, если пользоваться футпринтом. Если не знаете, что такое футпринт, есть подробный ролик на канале, можете посмотреть и узнать. Это основное использование плаща Пончо в моих походах. Несколько раз я применял плащ Пончо как тент. Устанавливал его как защиту от солнца. Мы так делали на Гран-Канаре один раз, ровно один раз. И устанавливали его как тент от дождя. Несколько раз это было, по-моему, в Норвегии и, по-моему, в Швеции, по-моему, тоже пару раз ставили. Ждем прибытия катера, который нас перевезет через озеро. Где же ты, паромщик? Приезжай, мы заплатим тебе золотом. А пока мы ждем вот в таком вот укрытии, который состряпали мы сейчас на скорую руку из моего плаща Пончо. Плащ Пончо, пришло твое время. Ты спасаешь нас в непогоду. Нельзя идти, надо делать сиесту. Покажи наш шелтер. Я не брал в этот поход тент. Я взял плащ Пончо. Будем использовать его и от дождя. Но мне кажется, что больше мы его будем использовать от солнца для вот таких вот сиеста-перевалов. Сейчас мы пообедаем, наверное, и чуть-чуть хотя бы переждем пару часов жары. Вот так угарно выглядит наше убежище с дороги. Зато там есть тень. Это использование как тента можно сосчитать реально по пальцам. Скажем, я брал плащ Пончо на Гранд Канаре и как тент я его использовал всего один раз. Поход длился 10 дней. Я брал плащ Пончо в Норвегию. Поход длился 2 недели, может даже больше, я уже не помню. И тоже всего один раз использовал плащ Пончо как тент. В общем, не очень хочется тащить лишние 300 граммов веса плаща Пончо ради таких разовых применений. Ради того, чтобы один раз использовать его в качестве тента в походе. Можно найти гораздо более легкий вариант или вообще обойтись без него. Конечно, это отчасти моя проблема. Никто не мешал мне ставить плащ Пончо в качестве укрытия от дождя или солнца на привалах. Но это достаточно геморройно. Когда ты хочешь сесть на 5 минут отдохнуть, то ты не будешь еще тратить 15 минут для того, чтобы натянуть плащ Пончо в качестве тента. Но это годится разве что на какие-то длительные привалы, где вы собираетесь сидеть как минимум полчаса. Для коротких привальчиков это не годится. Третье применение, основное применение это защита от дождя. Вот, собственно, плащ. И в качестве защиты от дождя я плащ Пончо практически никогда не применял. Я во все свои походы беру мембранную куртку, беру либо какую-то другую защиту от дождя. И какая-то дополнительная накидка, дополнительный плащ Пончо, он мне в принципе не нужен. У меня справляется мембранная куртка. Тем более, что если мы движемся по маршруту, идет дождь, то идти в плаще Пончо достаточно некомфортно. Он не дышит, вы становитесь мокрые от пота, когда идете под плащом Пончо, потому что он не проводит, не отводит влагу от вашего тела. Итого из полезных свойств, которые может принести плащ Пончо в походе, для меня остается только футпринт. Мой плащ Пончо весит 300 граммов. Под мою палатку можно найти футпринт гораздо-гораздо легче. Например, та же пленка Поликро будет весть уже не 300 граммов, а граммов 70. И это большая разница в весе. Она будет легче, она будет компактнее, она будет дольше служить, она более износостойкая. Если по углам у этой пленки наклеить оттяжки, то она замечательно справится с обязанностями тента, если вдруг от нее это потребуется. В общем, я как-то потерял интерес к плащу Пончо. Возможно, если вы ночуете под плащом Пончо, используете его как место для ночевки, ставите навес и там ночуете. Ну что, друзья, мое убежище готово, осталось только вещи там раскидать и можно дрыхнуть. Или используете плащ Пончо как основной влаговетрозащитный слой, то есть не берете куртку, но берете вот этот плащ Пончо. Тогда, возможно, это и классное мультифункциональное снаряжение, которое сэкономит вам вес вашего рюкзака. Но для меня это не актуально. Второй предмет снаряжения, который я уже какое-то время не беру в походы, это бахилы. Они же гамаши, они же фонарики. В общем, предмет снаряжения, который надевается сверху ботинка и призван удлинить голенище, чтобы туда не попадала влага и снег. Я уже давно отказался от гамаши и, если честно, никогда не был особым их фанатом. И не очень понимал туристов, которые все время в них щеголяют и в снег, и в зной. Потому что это все-таки снаряжение для каких-то определенных условий, которые достаточно редко встречаются в походах. Они нужны для того, чтобы, не знаю, двигаться по высокой траве, двигаться через мокрый кустарник. Возможно, для какого-то совсем уж лютого дождя, когда у вас там сверху по штанине будет затекать в ботинок вода. И для высокого снега. Ну ладно, еще с высоким снегом я соглашусь. Там это будет полезное снаряжение. А от остальных условий, в принципе, ну, либо они случаются редко, либо их можно избежать. Из вышеперечисленных применений для меня актуальны, наверное, только зимние походы. Где гамаши на самом деле могут пригодиться, чтобы снег не засыпался через горловину ботинка. Там они действительно сгодятся. Нет, я хожу в походы и по высокой траве, и через густой кустарник, и, в общем, по мокрому подлеску. Но, не знаю, меня как-то не очень печалят подмокшие штаны или подмокшие ботинки. Тем более, что такие ситуации случаются все же редко. Мы все-таки пытаемся обойти стороной подобные участки. Ну, или просто забиваем на подмокшие ботинки. Особенно в теплое время года. Это, в общем-то, не очень пугает. Опять же, про зимние походы. У нас в Латвии последнее время зимы бесснежные. Так что, для зимних походов гамаши тоже мне, во всяком случае, этой зимой были абсолютно не нужны. У нас снега за эту зиму не выпадало. Тем более, последние походы я хожу в трекинговых кроссовках. Для них подобные гамаши вообще не актуальны. На них, кстати, есть специальные гамаши под кроссовки. Но их основная задача все же, чтобы мусор не попадал внутрь кроссовка. Чтобы в кроссовки не засыпался песок, мелкие камни, и вам не приходилось останавливаться и постоянно вытряхивать кроссовки. Ну, такими штуками я, кстати, тоже не пользуюсь. Мне кажется, что они тоже не очень актуальны. Ну, или актуальны под какие-то определенные условия. В гамашах меня еще бесит то, что нога в них начинает потеть. Причем даже зимой. Конструкция современных туристических ботинок построена так, что там часть паропроводимости, часть их дышимости зависит от их горловины. То есть, часть влаги от вашего пота, от вашей ноги, выходит через горловину ботинка. А мы, получается, закупориваем эту горловину гамашами, и у нас нога начинает потеть. Мы получаем сырые ноги уже не от каких-то внешних факторов, не от внешнего воздействия, а от своего собственного пота. Еще они цепляются за кустарник, и вообще это как-то не мое. Но если вы ходите по густому подлеску, если вы ходите в полях, по высокой траве, то там это может пригодиться. И последний предмет снаряжения, который я не беру в свои походы, это мембранные штаны. Я, признаться, их тоже уже давно исключил из раскладки своей снаряги. Хотя многие туристы считают, что это чуть ли не обязательный предмет снаряжения, и вот он обязательно должен быть у каждого туриста. Например, Таня, она нереальный фанат мембранных штанов, и для нее это очень важный элемент комфорта. В общем, это все очень долго. Я, скорее, просто буду идти под дождем. Но ничего страшного. Как я уже сказал, я достаточно просто теперь отношусь к подмокшей одежде. Ну, подмокла одежда, но она высохнет. Вы пока двигаетесь, вам тепло. От вашего тепла одежда будет сохнуть. То есть, пока вы будете идти, вся одежда на вас высохнет, если, конечно, дождь прекратится. Если дождь будет идти, то, конечно, одежда останется мокрой. В этом плане, мне кажется, более хороший вариант это дождевой килт, дождевая юбка. Ее можно надеть на себя прямо на ходу, буквально там за несколько секунд, даже не снимая рюкзак. И также быстро ее с себя снять, когда дождь закончился, тоже не снимая рюкзак. Тем более, в килте вам не будет так жарко, все хорошо там продувается и проветривается. Я не хочу сказать, что вот все сейчас должны выкинуть мембранные штаны и ходить в каких-то мокрых вещах в походе. Это исключительно мое мнение, исключительно мои какие-то предпочтения. Например, Таня боится мокрых вещей, не любит, когда у нее мокрая снаряга в походе. И это нормально, это адекватно. И тогда нужно брать снарягу для защиты от дождя. Но бывает так, что вы идете в походе, начался дождь, все, вы достаете мембранные штаны, тратите, мокнете в этот момент под дождем, надеваете мембранные штаны, надеваете вот эти гамаши, надеваете плащ пончо. Идете такие закупоренные в этом недышащем скафандре, минут 10, дождь заканчивается. Блин, вам нужно опять останавливаться, все это снимать. Вы уже мокрые от пота изнутри. И, короче, такая движуха как-то мне не очень нравится. Вы, наверное, заметили, что все три предмета, от которых я отказался, это предметы для защиты от дождя. Ну, как я уже сказал, как-то проще стал смотреть на вещи, как-то проще стал относиться к подмокшей снаряге. Ну, возможно, это просто мои какие-то уже бзики. Это не значит, что все должны так поступать. Пишите в комментариях, от каких вещей вы отказались своей раскладке снаряжения. Что вы думаете по поводу той снаряги, которую я сейчас перечислил. Пользуетесь ли вы ей? Насколько она для вас важна? Будет очень интересно почитать. Давайте дискутировать в комментариях. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Я знаю, что многие смотрят нас без подписки. Подпишитесь, нам это поможет в продвижении канала. Нажмите лайк, если вам понравился ролик. Поделитесь им со своими друзьями. Будем вместе развивать адекватную туристическую движуху. Подписывайтесь еще на группу ВКонтакте, страницу на Фейсбуке, Инстаграм. В общем, следите за нами в соцсетях. И, конечно же, ходите в походы, друзья. С вами был Владимир Чайкин. Всем пока!